Здравия желаю! Русский академический фонд, возглавляемый двоюродным племянником Путина, предложил ограничить выезд за границу определенным категориям молодых людей. Отпустите меня в Гималай! Отпустите меня насовсем! Эксперты этого самого фонда очень беспокоятся. Молодые специалисты, выезжая за бугор, оттого экономика и падает. Подумали они, подумали, и, видимо, задали себе логичный вопрос. Как не допустить утечки молодых мозгов? И отсюда вытекающие. А чего эти самые мозги так боятся? Мама, я не хочу идти в солдат. Я боюсь. Ну, надо звать дядю Витю из Ерденева. Он зоотехник, он знает, как в армию не ходить. Правда, фонд предложил способы более гуманные. Я описал их в письме на имя министра обороны. В письме также предлагается давать отсрочку от армии до 27 лет для ребят, которые окончили вуз с красным дипломом. Либо продолжили учиться в госвузах, либо учатся заочно и при этом работают на оборонно-промышленных предприятиях и не попадают под другие виды отсрочки. Фактически это означает освобождение от службы в армии. Но тем, кто правом этим воспользовался, ограничить выезд за границу. Далее в письме говорится. В настоящее время получение красного диплома, за редким исключением, не приносит владельцу почти никаких преимуществ, кроме морального удовлетворения. Я дипломированный инженер-электрик, ясно? Найду я работу. Рады вам в Баскин-Робинс. Сегодня скидка на манговый микс. Фонги обеспокоены статистикой. В розыгрыше грин-карты, которая позволяет уехать в США, в позапрошлом году более 265 тысяч участников программы были из России. Пользователи Ронейта восприняли новость неоднозначно. Одни говорят, мол, для того они хорошо и учатся, чтобы уехать из страны. В детстве я был лучшим в классе. И не потому, что я любил учиться, а потому, что понимал, для того, чтобы выбраться отсюда, нужно хорошо учиться. Другие над инициативой смеются. Правда, сквозь слезы. Ведь потому и едут за границу, что нет достойных условий труда. Не это ли причина падения экономики? Вот и встает вопрос. Отдать родине год и благополучно ее покинуть? Или остаться на более длительную службу? Так сказать, поднимать эту самую упавшую российскую экономику? Верное дело. А я лично еду в армию. На халяву, здоровье и знаний набираться. До скорых встреч!